Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ. Александр Алексеевич, здравствуйте! Я с вами сегодня поговорить хочу про пенсии. Злободневная, мне кажется, тема для всех. Я вот тут надеялась уйти на пенсию пораньше, ну в смысле пораньше, в положенные 55, вовремя. Теперь, значит, все это дело откладывается, ну и даже, кроме этого, есть некоторые у меня вопросы, от которых нехорошо мне становится. Во-первых, можно ли считать, что граждане России смирились с пенсионной реформой, которая повысила нам пенсионный возраст, вот, проглотили, так сказать, ее. Вот, и в процессе проталкивания этой людоедской реформы, как вот говорили коммунисты, Геннадий Андреевич, Сюканов говорил, людоедская реформа, наши граждане занимали крайне низкую гражданскую позицию. Это же будущее всех. Ну, у кого-то есть пенсия, вышли на пенсию, а думать о будущем своих детей, своих внуков, которые могут остаться вообще без пенсии. Почему такая жесткая реформа касается всех и вся, почему такая низкая гражданская активность была и остается? Я бы хотел обратить внимание, что не случайно вот это повышение пенсионного возраста прошло через почти 30 лет после того, как фактически начало демонтировать советскую систему во всех отношениях, в том числе и государственное пенсионное обеспечение, которое было у нас. Почему на самом деле, почему это происходит? Я позволю высказать некоторые вещи, которые, ну, думаю, не очень активно использовали, а точнее, на которые указывали те, кто анализировал эту ситуацию. На самом деле, мы все были, я имею в виду, прежде всего, компартия наша, в общем-то, в определенной степени и озадачена, озабочена, и за народ как-то нам было несколько обидно. Почему? Почему так? Почему мероприятие, мы ее называем и людоездское, да любой эпитет применения, все прочее, не нашел ответной реакции у людей, которых это касается непосредственно. Одних там через год или через пять лет, других через десять лет, ну, а других через там промежуток, особенно, что касается молодежи. И вот среди этих факторов позволю высказать свое понимание, видение, почему так получилось, что акции протеста, которые проходили по стране, они не были настолько массовыми, чтобы остановить этот процесс. Мы могли остановить, я думаю. Могли на раз остановить, если бы, так сказать, вышло, ну, хотя бы раз в десять больше людей, причем это было бы не тоже много. Ну, вот у нас митинг в Омске там порядка восемь, некоторые говорят, до десяти тысяч человек, если бы вышло в Омске сто тысяч человек, я вас уверяю, никаких реформ бы не было. Да даже если бы не сто, а пятьдесят тысяч вышло, то тоже было бы по-другому. Почему это, почему народ такой? Ну, первое и главное, на мой взгляд, низкая протестная активность связана с тем, что на протяжении вот этих трех десятилетий власти психологически и идеологически удалось решить одну из главных своих задач, а именно деформировать наш, назову этот термин так, наш цивилизационный код. Я не буду говорить сейчас о революционной нашей теории, где там очень четко все расписано, но есть понятие для тех, кто занимается историей народов, понятие цивилизации. Вот наша российская цивилизация, многонациональная цивилизация, она сложилась и существует пока до сих пор, сейчас в стадии деградации, скукоживание, прежде всего благодаря коллективизму, который веками назад называлось общинностью, родовой там строй был и прочее, когда люди понимали, что решить свои задачи, выжить в этих условиях, у нас достаточно суровые жизненные условия, можно только при поддержке друг друга, только за счет именно вот этого коллективного взаимодействия, коллективного участия, и мы, это касалось и труда, это касалось и войны, борьбы, то есть мы вместе, сила, мы можем решать вопросы, и выжить мы можем, и улучшить нашу жизнь можем, когда мы вместе. Ну, извините, банально, но от этого не перестает быть истиной, причем истиной в последней инстанции, не только нашего народа, но и вообще-то большинства, когда речь идет о достижении целей, когда мы едины, мы непобедимы. Вот это ходульное теперь уже, так сказать, выражение, оно на самом деле не перестает быть истиной, от того, что его там затаскали, его повторяют много. Так вот, в течение вот трех десятилетий в стране навязывался индивидуализм о том, что каждый за себя, ну, кто верующий, один бог за всех, вот, каждый за себя, каждый выживает в одиночку, правда, это превратилось, что каждый умирает в одиночку. Этот вот, этот момент, этот аспект надо иметь в виду, потому что все, что у нас делается, направленность, ну, как у нас говорят, люби себя, я этого достоин, я этого достойный, будь то рекламный продукт, более бы чего, индивидуальность, я, я, я. Да, это, так сказать, хорошо, человек должен иметь возможность самореализации, и, кстати, это, ну, наша партийная задача, если угодно, это суть, конечный итог нашей идеологии, результат, вот, когда говорят, там, коммунизм, там, так сказать, ушел и так далее, да нет. Там как раз свободное развитие каждого, в этом, в этом смысл того общественного строя, за которым мы радуем, свободное развитие каждого, но, как условие свободного развития всех. Вот, вот, найти этот баланс самое главное. Итак, делали все, чтобы человека, людей разъединить, чтобы они не могли понимать, что только вместе они могут добиться результата. Почему, допустим, сейчас нет у нас такого мощного рабочего движения, есть отдельные очаги сопротивления, когда, почему бы, а предприятие умирает. Как там бастовать, сопротивляться, если, ну, я не говорю о том, что законодательная база создана так, что каждое движение, это нарушение закона, и ты здесь попадаешь под пресс, или под молот, так сказать, репрессии, которые возможны. Но предприятия умирающих, на умирающих предприятиях не бастуют. Это очевидно. И человек там держится за работу, поэтому поднять, организовать его, это сложно. Есть другой аспект в этом вопросе. У людей они этого добились, о том, что я главный, я главный. Для чего они это сделали? Включая вот репрессивные механизмы, это одна сторона вопроса. То есть, не давая людям организоваться, всякое выступление на улицу вышло, у тебя там как минимум штраф, да, ты там, скажем, что называется, начал вырываться из рук ОМОНа, тебе, сказать, тебе срок дают и прочее. У людей сегодня, на этом фоне, вот одна сторона, я, индивидуальность, я сам свои вопросы должен решать, я, если я удачлив, это моя заслуга, если у меня ничего не получилось, я оказался в тяжелой жизненной ситуации, как сегодня формулируют, то это ты сам виноват. Ты там доверился строителю, да, застройщик, дольщик, ты отдал деньги там в пирамиду финансовую и так далее. Правда, не говорят о том, самое главное, а кто позволил работать жуликам на этом поле. И вот второй аспект, значит, я, а второй аспект, неверие в государство. Государство-то не доверяет. Оно прессует, но ему не доверяют. И человек, в общем-то, считает, что его будущее, его положение, а, извините меня, старость, это не прошлое, как кажется особенно молодым людям, это будущее всех. Ну, я, молодым людям кажется, что это, так сказать, вечность, бесконечность какая-то, а другим людям я сам буду решать свои проблемы, как мне выкрутиться, некогда мне об этом думать. У меня, я работаю кто на трех работах, кто на двух, кто сегодня удачливо, хорошо зашел и сорвал куш, и вроде бы у него все неплохо. Все это вместе, индивидуализм, неверие в государство, приводит к тому, а что, что с ним воевать, я все равно ему не верю, я на него не надеюсь, я свою старость должен обеспечивать сам. Им удалось в этом плане сдвинуться. Но люди не понимают, что вот эта некая мания величия, которая внушена людям, она внушается ведь, по сути дела, с детского сада, сегодня и в школе, да, индивидуальность и так далее, там, не дай бог, ребенку, ну, раньше мы знаем, были плохие методы воспитания, в деревне вообще любой, так сказать, человек старший мог сделать замечание и дать подзатыльник ребенку, если он занимался чем не нужным. Сегодня он творит, ребенок может что угодно, упаси Боже, он напишет на тебя заявление на родную мать или на родного отца, и у тебя возникнут большие проблемы. Ну, это так, к слову. Но самое главное, люди этого не понимают, на самом деле, весь интергизм в ситуации. И самое главное, может быть, то есть причина, я сказал вам, индивидуализм и неверие в государство, как будущего защитника, хранителя, ну, твоего, твоих сбережений, твоих накоплений на старости лет, когда ты становишься нетрудоспособным, неактивным, ну, как правило, не очень здоровым или совсем нездоровым. Вот эта сторона. Другой аспект этой проблемы – люди. Люди, вообще, так сказать, не понимают, во имя кого и во имя чего это сделано. И в чем, вообще, сказать, кто из этого извлекает главную выгоду? Ну, нам, так сказать, на фоне разговоров о продолжительности жизни, да, о улучшении здоровья людей, о том, что, оказывается, у нас огромное количество пенсионеров еще пенсию получают, да еще и работают почему-то, идут, работают и так далее. Почему, интересно. Да, почему они идут работать и так далее. Очень работать, видимо, любят. Вот. Власть высчитала эти моменты и она это вбросила. Народ, в общем, до конца не понимает. Ну, молодежь, понятно, они не представляют себе. Да, а где-то в силу своей индивидуальности, да я там, условно говоря, к 60 годам я уже буду упакован, у меня все будет. В нашем государстве. Ну, они-то этого не понимают. Они-то это не понимают. Ну, кто-то там из этих мечтает по-другому у кого-то. Ну, это штучный результат. Ну, у них ни ума, ни образования на эти вещи не хватает. У людей постарше, они перекрестились и сказали, слава богу, я уже успел. Проскочил. Да, проскочить. Ну, а судя по ситуации, я еще могу работать. Да, мне работающему пенсионеру не индексируют пенсию, но все равно это кое-что. Ну, у меня ничего практически не меняется от того, что изменили возраст. Ну, самое главное, что вот эта часть, среднее поколение, и те, кто теперь предпенсионного возраста, они тоже до конца не поняли, потому что там еще есть прокладка. Там же не сразу вот до 60, а там так постепенно они сделали некую амортизацию этого процесса. Ну, все они просчитали. Вот, и народ на информацию, которую мы даем, он не совсем реагирует. Одни в силу предубеждения, ну, у одних есть, а, ну, это понятно, оппозиция, лишь бы поднимать людей, лишь бы, так сказать, бузить, как говорится. Вот, другие в силу своей забитости и трусости. Я вспоминаю наши омские митинги, я помню, ко мне подошла, ну, женщина, как говорится, уже пенсионного возраста участвует, она со мной разговаривает. Это касается ее сына, она пришла защищать своего ребенка, а ребенку там лет, наверное, уже под 40, вот, но он боится участвовать в этой акции, а вдруг, а вдруг он потеряет работу. Мы с вами как-то говорили в этих вещах, что заметить людей на акции вдруг примеет репрессию. Люди боятся. Боятся не того, чего, так сказать, чего не надо бояться, тем более, что все акции были законные. Вот этот комплекс мер, профилактика. Вы вспомните, какой массив информации на каналах был выброшен по части того, что... Как хорошо будет. В 90 лет. Вы помните, как у нас, там, сказать, участвовали, ну, люди в 90 лет, и штанги поднимали, там, бабушки у нас. Но это же единичные случаи, Александр Сеевич. Но это шло доказательство народом манипулировать. Вполне можно. Ведь как люди, так сказать, советскую власть-то валили, почему, так сказать, отрицали? Просто предатели, которые держали страну, они перекрыли все резервы, которые у страны были. Ведь на чем стоят? А, пустые полки, да, кроме там чего у нас? Так они нарочно это сделали. Правильно. А в это время склады стратегическими запасами лежали, стояли. И если бы не Горбачевы, Ельцины, Шеварнадзе и там, сказать, их ставленники на региональном уровне, просто надо было открыть эти вещи и дать народу на время сложное. Да, нефть упала в цене и прочее. Это можно было легко пережить. Да мы бы выбрались, не из такого выбрались. Они сознательно возбуждали людей, водку запретили, это, так сказать, отменили. Это было сделано сознательно, народ повелся. Потом им еще акции сказали, что сейчас вы станете все с двумя Волгами, так сказать, за пазухой ходить и прочее. Сработало. С пенсионной реформой методика в чем-то была похожа. Да, в ничего, все нормально. Зато будем получать гарантированно, пенсии будут расти, достаток у людей будет расти. Кто-то продолжал верить. Судя по итогам голосования, которые были потом, сказать, разного уровня в регионах, это в значительную степень, у значительной части людей, извините меня, не дошло. А на самом деле речь идет о чем? Защитить доходы буржуев, усилить эксплуатацию людей, снизить уровень оплаты людей, потому что мы с вами говорили, пенсионер зависимый, да, его законом якобы увольнять нельзя, но увольнять нельзя, но платить, не повышать пенсию можно. Мы с вами говорили в одной из передач, кубышку наращивают этот фонд благосостояния, готовятся к кризису, к обвалу очередному. Очередной обвал готовится, им нужен этот ресурс, чтобы пересидеть, передержать, пока он закончится. Причем одни эксперты говорят, возможно, алармисты, это через год-полтора произойдет, поэтому кричат, не вкладывайте, сказать, не копите денег, а кто копить? У нас же большинство людей-то не может ничего накопить. Покупайте доллары, покупайте золото для того, чтобы пережить кризис. Это касается очень небольшой части людей, остальных, покупайте соль, сахар, крупы, керосин, сейчас керосином не пользуются, хотя все может быть в нынешних условиях. Перейдем. Они сработали, эта совокупность факторов, она сработала. И удар страшнейший нанесем. Они этим решением прикрыли на время еще так называемую пенсионную систему, реформу. Почему? Потому что ее ввели, по идее, каждый идет отчисление. Пенсионный фонд у нас абсолютно дотационный, то есть те отчисления в пенсионный фонд, которые идут, он не обеспечивает наших пенсионеров, идут деньги из бюджета. По-доброму надо эту лавочку закрывать и возвращаться к советской системе, когда государство обеспечивает, гарантирует и все. Но это государство-то не советское, не народное, это государство буржуазное. Никогда на это не пойдет. Как только они на это пойдут, значит, надо вводить прогрессивную шкалу налогов, надо с олигархов, с буржуев брать больше, поскольку они прибрали все народное достояние, то имущество, которое принадлежало народу, чтобы хотя бы платить эти пенсии. Их это не устраивает. Они начинают там, так сказать, вензеля новые накручивать. Деньгами делиться не хотят олигархи наши. Почему сейчас придумали хоть какой-то способ пополнения? И этот налог на самозанятых, да, сначала там 4 региона. Обещают в следующем году у нас ввести. Теперь, как мы и говорили в этой студии, что это просто взять на учет людей, которые живут по серым схемам, которые сами перебиваются. А таких людей у нас огромное количество, десятки миллионов, которые находятся, как говорят, в тени или в серой зоне экономики. Налоги не платят. Но налоги не платят не только в силу того, что не хочется платить. Во всем мире это принято. А в силу того, что еще если это платить, то падают резко их доходы. Потому что если олигархи при их миллиардах не хотят платить налоги, то люди, которые зарабатывают там несколько, может быть, десятков тысяч в месяц, для них это тоже существенно. Сегодня жизнь каждый день дорожает. Поэтому вот все эти вместе факторы, они сработали. Но я убежден, что это отложенный протест. Он, может быть, не выразится сейчас именно по необходимости реформы пенсионной, но он войдет, извините меня, в тот борщ революции, который, как известно, многокомпонентный. В него входят разные факторы. Вспомним им пенсионную реформу, вспомним и налоги, вспомним и жилье, вспомним тарифы, вспомним цены. И вот когда вот это варило, температура поднимется, это все закипит. И продукт будет соответствующего вкуса и соответствующего окраса. Поэтому здесь надо смотреть, это отложенный отчасти протест. Отложенный протест, который, если не прямо, то косвенно подтолкнет новые акции. И я думаю, в итоге, да я уверен в этом, в итоге он тоже работает, власть, на то, чтобы просветить людей, попытаться, чтобы они осознали, с кем они имеют дело, кто их главный враг, доходит медленно. Доходит дольше, чем до жирафа, как шутят в народе. Но оно все равно идет. Процесс идет. Уверяю, снова и снова, по законам революционной диалектики, все, что буржуазия, все, что наши правители не придумывают для сохранения власти, в итоге обернется против них. Фактор времени. Все здесь время, время. А время это связано с тем, насколько, так сказать, у народа будет идти, придет просветление в их затуманенное, загаженное сознание. Закончится терпение, наконец-то. Да. Ну, а в итоге, так сказать, и есть терпение, на этом и стоит. Ну, правительство же, Александр Сеевич, не остановилось на повышении пенсионного возраста. Оно же продолжает пенсионную реформу. Вот сформировало оно финальную модель реформы на так называемой накопительной пенсии. Опять нам предлагают нечто новое. Носить название будет гарантированный пенсионный план и предполагать добровольное подключение граждан и гарантии накоплений. Гарантированный пенсионный продукт предлагают. А что эта власть у нас вообще может гарантировать? Как вообще? Я не знаю. Народ, наверное, опять, люди не разберутся, наверное, гарантирован. Это взаимоисключающее, мне кажется, словосочетание. Наше государство и гарантированный пенсионный продукт. Вот вы как думаете, поведутся в очередной раз наши на этот? Давайте так сказать. Вот вы помните призывы. Положил там тысячу рублей на пенсионный счет, государство тебе добавит две тысячи. Накопительная пенсия, да? Мне государственные пенсионные фонды, да? Все людям обещали. Вот вы готовьтесь к старости, заботитесь о себе. А мы создали систему, где ваши средства будут работать. Мало того, ты вложил деньги, они потом прирастут, потому что эти негосударственные фонды пенсионные будут вкладывать эти средства в те или иные проекты, бумаги, которые дадут прибыль. Вот кончилось с тем, что этих фондов не осталось. Да, деньги все стырили. Накопительную часть пенсии тоже заморозили. Кстати, вот принимали, так сказать, первом чтении бюджет, соответствующий закон. Не будет, нет накопительных. Ну, фактически так, и не будет, и не вернут под сурдинку о том, что подождите, подождите, ждите ответа и так далее. Вот сегодня в недрах правительства то, что так называемая пенсионная система и ее реформирование ни к чему хорошему для людей не приводит, то, что по большому счету, если брать, как говорится, декларированные цели, озвученные цели, и результаты, то там провал идет, что от нее надо уходить, а уходить не хочется государству, олигархам. Она выгодна, такое положение дел, потому что там и деньги пилят, там и нецелевые использования, там и в самом фонде ловят жуликов, то есть коррупция у нас везде проникающая. А сейчас рождается, ну надо же что-то народу говорить, видят, что несуразица, не работает система, что все равно это абсолютно дотационно, ничего из провозглашенного не добивается. Пенсии нищенские, в пенсионном фонде дыра необъятных размеров. Что теперь, значит, придумывают новую. Но люди-то все равно готовятся, кто поумнее к старости, и думают, а как мне иметь пенсию, которой бы хватало и на оплату жилья, и на кусок хлеба, но еще и на лекарства, которые не человеку, как правило, необходимы, все в большем размере, по мере увеличения возраста. Вот они придумывают этот план. Я с вами совершенно согласен, он, конечно, никуда не годится. Из-за него ничего не будет. Вот хотя не исключаю, что определенная часть легковерных людей, а у нас, к сожалению, легковерных людей немало, да, они могут повестись. Хотя весь предыдущий опыт, теперь буду говорить, 30-летний опыт современного российского государства, буржуазного государства, олигархического, мошеннического, связан с тем, что это способ изъятия денег у людей. 6% вы будете отчислять, и получите потом их через 30 лет, если вы молодой человек отработаете, или когда вы ходите на пенсию эти деньги. Но на самом деле кто из нормальных людей, а я думаю, что у нас в стране еще нормальных людей значительная часть, во всяком случае, я думаю, что и нормальных идет на миллионы счет, поверит государству, которое не раз оббирало людей. Вот при обсуждении бюджета в первом чтении приняли закон опять о заморозке возвращения вкладов советских. Нет, денег нет, там, ну, 250 миллиардов советских рублей, когда официальный курс был, доллар стоил 60 копеек, надо отдавать, не хотят. Сегодня наши пересчитывают самые скромные подсчеты, где-то, так сказать, советский рубль, это 150 рублей современных. Если брать, ну, не предметы роскоши, там, не по автомобилям считать, а по товарам, которые необходимы человеку для жизни, которые обеспечивают его существование. Да они никогда их не отдадут, Александр Алексеевич, это же страшные деньги. Ну, но закон-то, в общем-то, подошли, его приняли, и закон есть о возврате вкладов. Не тех этих самых тысячу на тысячу, или тысячу, там, на две тысячи рублей возврата, а тех морозит. Я просто говорю, так сказать, вот насколько нынешнее государство и нынешняя система, она мошенническая. Я, по-моему, рассказывал в этой студии, но еще раз напомню, у меня вечная память был нескольких сроков назад помощник в Думе. Человек выходец из Западной Украины, ну, он потом работал в Москве, был в центральном аппарате партии, ответственный работник был. Он рассказывал, мальчишка попал под немецкую оккупацию, там, он видел эти расстрелы, когда, так сказать, уничтожали евреев, там, кладбище в них, городишки, местечки. Вот. И он рассказывал, что одно из самых сильных впечатлений этих западанцев, как говорят, жителей Западной Украины, он сам Западной Украины, было, когда наши войска победили, освободили Западную Украину в их городок, пришли наши, восстановили власть, открылась Сберкасса, тогда Сбербанк Советского Союза, и людям вернули все деньги, которые они положили, как немцы наступали стремительно, фашисты, вот, это же все погибло, им восстановили все. Это страна, пережившая страшную войну, страшные потери. Он говорит, земляки были абсолютно в шоке. Это же какая власть, какая она честная, какая она народная была, если в этом банке война, война, которая забрала столько жизней, крови, разрушила, как говорится, треть страны, а половину экономики уничтожила, и государство, то, что брала, отдала сразу же, по открытию, по возвращению. А сегодня, ну, я не знаю, найдутся, наверное, идиоты, которые, скажем, поверят, что можно отчислять, и что потом эти деньги не умыкнут эти ребята, которые только для этого и сидят. Другой разговор, что в нашей стране, уж если они такие, они отвергли, допустим, у нас был законопроект, по сути дела, гарантированных выплатов гражданину. Если ты гражданин Российской Федерации, которая располагает большими богатствами, то где-то примерно, как, допустим, в той же Саудовской Аравии, или, там, сказать, в Арабских Эмиратах, или, там, сказать, в Норвегии, гарантированно, потому что ты гражданин, потому что у страны есть нефть, газ и так далее, ты с этого должен получать долю, независимо от возраста и прочее. Тебя обеспечивают, потому что это общенародное достояние. Ну, сразу объявили в популизме, вот, и прочие вещи. Ну, это нормальная вещь-то. Нет, ну, если вы живете... Богатая страна, я живу в богатой стране. А почему кучка должна пользоваться, а не все люди? Ну, это правильно, даже в рамках, сказать, системы не социалистической, но это тогда социальное государство. Значит, арабы могут себе это позволить, а наша богатейшая страна не может. Это популизм. У нас денег нет. У нас денег нет. Александр Сеевич, ну вот мы же уже копили на пенсию, была же эта накопительная часть, ее заморозили теперь до 22-го года. А какой смысл-то еще одну накопительную систему? Поскольку ее заморозили, она там в заморозке лежит, кто ее откопает, как эти самые мамонтовы на севере Якутии, ну, не будет это искать, ничего они толком не дадут, не сделают. А сейчас снова новые стимулы для того, чтобы изъять деньги у граждан. Вы ведь понимаете, почему у нас низкая инфляция в стране? Вот сейчас они хвастаются. Ну, потому что люди не могут покупать. Потому что они нищие. Правильно, цены не растут не потому, что, сказать, они их держат там или кто-то, а просто спрос падает. По всем параметрам у нас 6 лет уже, так сказать, снижается уровень жизни людей. А если у людей все меньше и меньше средств для того, чтобы решать свои проблемы, понятно, что цены поднимать бессмысленно. А ведь те, кто торгует, тоже понимают, им же нужен оборот. Вот поэтому они не растут. А еще на 6% снизится, еще инфляция у нас снизится. И мы будем гордиться. Да, у нас там, сказать, есть миллиардеры растут, миллионеры. Вот, и у нас самая низкая инфляция. А за счет чего? А за счет чего? За счет нищеты народа. Да. Вот это вот гарантированный пенсионный продукт. Да. То есть я должна буду 6% от своей зарплаты, мало того, что работодатель за меня платит в пенсионный фонд, они хотят, чтобы я еще лично складывала деньги в негосударственный пенсионный фонд. Или в государственный, там другое. Государственный заморозит мою на копеечку, а негосударственный заберет деньги и уедет, и уедет на лазурные берега. Но, Александр Сеевич, вот этот вот 6% в условиях маленьких зарплат, когда человек получает, например, там 15-20 тысяч рублей, то есть ему надо заплатить за коммуналку, ему надо там на лекарства, ему надо что-то на продукты оставить, какую-то копеечку, и еще вот сюда. Очень немногие будут пользоваться вот этим, только за счет того, что, ну, может быть, и будут, конечно, там последние копейки отдавать в вложении своих. Получится так, что государство нас же самих и обвинит в том, что нам будет платить мизерную пенсию, но вы же не накопили, а мы не могли копить, потому что мы нищие, нам не с чего было складывать. Получится, что мы будем работать, Александр Сеевич, до самой смерти. То есть никакой пенсии, вот у меня такое ощущение, не увижу я никакой вообще пенсии в связи со всеми их реформами. Ну, к этому по большому счету идет, и я вам скажу другое. Во-первых, ну, человек с доходами там порядка 20 тысяч рублей, он, конечно, никаких 6% откладывать не будет, ему просто ничего и так не остается, если ввести, ну, более-менее человеческий образ жизни, да? Если, так сказать, уже не бедствовать непросто. Не случайно мы тоже выдвигали о том, что люди вообще подоходный налог не должны платить с низким уровнем дохода, там до 25 тысяч вообще надо освобождать от доходов, да? Раз. Компенсировать мы можем за счет у наших сотен мультимиллионеров, миллиардеров и так далее, и прочие эти выпадающие так называемые доходы. Но здесь еще другой вопрос. А человек думает, ну, есть люди разные, по характеру, по отцам. Он пойдет, здесь 20 тысяч заработает, пойдет на три работы, да? Чтобы заработать 40 тысяч, из которых он, может быть, и может выполнить, да? Ну, таких будет меньшинство. На кого рассчитано вообще это? Я думаю, что, скорее всего, это дело заглохнет опять, или в какую-нибудь опять жильническую схему придет, не дойдет она. А если они нас обяжут эти 6%? Нет, нет, там добровольно. Пока на этом обязать, ну, если обяжут, ну, я буду аплодировать власти, я думаю, вот тогда мы народ поднимем. Поднимем, чтобы кончать вот с этим произволом, с этими безобразиями. Я думаю, это касается того, кого сейчас так модно называть средним классом. А он разве есть у нас, Александр Васильевич? Мне кажется, он уже бедным классом стал. Ситуация здесь такая. Да, и у нас ведь человек внутренний, но не хочет себя считать нищим. Это же психология человека, да? Как правило, большинство людей, особенно молодых и средних, он не понимает, что он нищий. Он живет нам на дотации от родителей, от бабушки, дедушки и так далее. На самом деле, если сухой остаток, то он находится на пороге бедности и все прочее. Эти вещи. Средний класс, он есть. Кто-то будет суетиться, стараться, сказать, закрывать эту тему. Что-то они в этом урвут. Вот как сейчас с этими самозанятыми, да? Ведь там же далеко не все, там, по-моему, 200 или 300 тысяч людей заявили себя как самозанятые. Вот. Их-то миллионы, на самом деле. Ну, решили, хоть здесь курочка по зернышку клюет, сытой бывает, так и наша власть и наш бюджет по зернышку клюет. Ну, ладно, пусть будет 10% люди вышли из тени и начинают участвовать в этих делах. А, мы взяли всех на учет, но потом ждите следующего привета. Выйдут на другие показатели. Сейчас вы до 200 тысяч зарабатываете, сколько там, 4% платите. Мы потом 6 сделаем, потом 8, потом мы приведем все к единому знаменателю и будете платить, как миленькие, если по плоской школе, эти самые 13 тысяч. Теперь-то вы на куличке на учете. До этого вы у нас... А еще какие-нибудь репрессии применят тем, кто не хочет выходить? Нет, они уже сейчас есть. Если попадешься, у тебя там, скажем, будет не только штраф, а потом кончатся делами уголовными. А если учитывать, что мы вот с вами рассуждаем в рамках законодательства, а когда идут современные технологии, цифровизация – это ведь что? Это учет, установка под контроль всех и вся. Это камеры по развлечению лиц. Любая проводка ведется на учет, не только то, что ты покупаешь из крупных покупок, если даже ты продукты. Все встанет в базу данных, все уйдет в облачные сервисы, все эти вещи будут известны, а искусственный интеллект, он так обработает, и будет видеть тебя, когда ты что делал, куда ты что потратил, и тебя будут вводить на чистую... Это пресловутая цифровизация, да? Да, на чистую воду, вот эта цифровая экономия, на чистую воду тебя будут вводить, скажет, дружочек, от этого по расходам откуда? Все впереди. Так что облегчение о том, что вы сможете уйти, спастись от государства, не меняя ни систему, ни строй, а выживете и будете жить, ну, как мечтаете, я имею в виду не олигархи государства, машина которых в руках, а вот те граждане, те десятки миллионов наших соотечественников, которые с дуру голосуют за президента, за Единую Россию и так далее. Александр Сеевич, ну вот и последний вопрос. Все это вместе суммировав, значит, все прочитав, все посчитав, посмотрев, я такой для себя вывод сделала, что наше прекрасное государство против своего народа вот в отношении пенсионной системы, пенсионной реформы целый заговор, мне кажется, устроило. Может быть, я, конечно, и не права, потому что вот этот вот заморозка накопленных пенсий, теперь вот этот гарантированный пенсионный продукт, смешное слово гарантированный, отмена индексации для работающих пенсионеров, система баллов, который, я не понимаю эту систему баллов. Не вы одна. Да. А вот Минтрудом перевод пенсионного фонда в форму публично-правовой компании, которая отменяет заложенную в законе субсидированную ответственность перед мной, как налогоплательщиком, а потом получателем этой пенсии. То есть это все вместе взятое получается против всех граждан. Да. Я правильно? Правильно. В теме расстояния собралась. Вы абсолютно правильно понимаете. Против всех почему? В интересах чьих? То есть, в принципе, человека постепенно бросают, приучают, что ты сам решай все свои проблемы. Но плати все налоги, содержи нас, любимых. Что бы мы ни делали, а мы ничего не делаем, мы ничего гарантировать вам не собираемся, не можем. Ну вот недавний пример, да, у нас наши депутаты, и не наши там депутаты в Дружинском поселении начали судиться с главой, который, по их мнению, получает за невыполняемые функции и за не имеющиеся заслуги зарплату. В год якобы посчитали там около 900 тысяч вот этих денег, ни за что он получает, только в одном поселении. Суд областной, наши судились, признал иски депутатов Дружинского поселения неправильным, необоснованным и сохранил главе эту зарплату. Почему? Ну это вот та же власть. Ведь понимаете, зависимость всех систем, наших правоохранителей, судейской системы, всех ветвей власти, вы только попробуйте тронуть. Если выяснилось, что в одной деревне 900 тысяч в год переплачивается одному чиновнику, а деревень даже в нашей нищей области или даже в этом районе, их десятки и десятки, это же десятки миллионов людей, то есть, простите, рублей, которые могли бы пойти на освещение, на отопление, на обустройство, на ремонт, на создание детских площадок, детских кружков и так далее. Да вы что, ребята, вы на кого замахиваетесь? Чиновник сбрасывает и сбрасывает с себя все. А чиновник это концентрированное проявление вот этой власти этого государства. Вот в нем маленьком, а на обскоте есть все это. Поэтому государство именно готовится к тому, чтобы быть как менее безответственным, но внушают людям, что это вы. Вы совки, вас приучили тому, что за вас решает все государство и так далее. Вот нет, вы свободные граждане, свободная Россия, вы свободные от собственности, от денег, от возможности развиваться и так далее. Вы полностью свободны. Гуляйте, ребята, вы нам не нужны. А цитадель подготовки наших идеологов этих экономических реформ, есть такая высшая школа экономики у нас. Ну там недавно прославился один из профессоров, заявил, что у нас русский язык это клачный язык, что это вообще-то гнусный, мерзкий и прочее. А другой исследователь говорит, что у нас в стране примерно 71 миллион лишних граждан, дармоедов, потому что пенсионеры, они тянут экономику, не дают росту. Это балласт на наши семьи. А дети тоже пока не вырастут. Так точно. Вот если бы их убрать, то мы здесь бы мощно, рыночно рванулись вперед. И поэтому еще один раз вывод. Я говорю, мы на каждом шагу с вами получаем доказательства. Вот, друзья мои, обратите на простые вещи. Вот недавно мы отмечали основную годовщину, начало Великой Октябрьской социалистической революции. Наши предки смогли создать буквально в считанное десятилетие, но уже, можно сказать, перед Первой войной, то есть за 20 лет создать уже мощную державу. За 40 лет сверхдержаву, ядерную, космическую и так далее. Не имея никаких проектов, никакого мирового опыта, мы были первопроходцами. Сегодня в России 30 лет строят капитализм и рынок. Все мировые, как сегодня модно выражаться, практики, действующие, эффективные практики к их услугам. Наши правители знают, знакомые их проводят форумы, семинары бесконечные, обмениваются, учатся, используют. А Россия подыхает. Это к вопросу, к тому главному тезису. Неприемлема система, которую навязали страны. Она смертельно опасна. От нее надо избавляться, и чем быстрее, тем лучше. И путь, который Октябрь показал, как показывает, это единственный, единственный, он вымученный, он выверенный путь выхода страны. На передовые позиции, выживание страны, благополучие граждан, достижение достатка, ну, я уже не говорю об эмоциональной составляющей. Просто если выжить, как многонациональный народ со своим языком, тем самым великим и могучим, на самом деле, мы можем, как цивилизация, только на путях социализма. И по-другому быть не может. И кто говорит обратное, тот враг России. Правители никогда на это не пойдут. Мы можем только. Только народ. Поэтому вывод-то какой? Надо менять власть, надо менять правителей, надо менять систему по-другому. По-другому. У России нет никакого будущего, я имею в виду, светлой перспективы. Ну, а, так сказать, гибель, болото, это да. Мы уже там. Мы уже там, уже по горло. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели «Акцент» с Александром Кравцом. До встречи на АПКОМ-ТВ. АПКОМ-ТВ.